Девушки отдыхают Вот понял Ай, мне же надо на вопросы ответить Точно Здарова, пацаны Надо ответить на вопросы Свой должок я выполню Ладно, погнали Блин, длинный вопрос, ну короче кому надо Сами прочитайте Сильно ли увлечение мешало там бытовым делам Но нет, не сильно мешало Потому что это стало Моей основной работой А до этого я занимался своим делом Ну это я уже говорил И так что вообще никак не мешало Единственное мешало это непонимание Родителей, вообще родственников Но в принципе Я прошел через окно Овертона И в принципе от меня отстали Поначалу-то конечно Там родичи все говорили Что я какую-то херню занимаюсь Типа иди на работу Ты бездельник Ебаный, блядь Иди там, короче Ты там, блядь Неудачник сидишь Там, короче Ну и со временем Это уже прошло Но поначалу было вообще Как тяжело Всем все это доказывать Всем что-то это Сейчас уже в принципе Все нормально И это моя основная работа Больше я ничем не занимаюсь По сути Как решаешь проблему аудио В игре Записываешь сам звуки И пишешь музыку Или берешь сторонних ресурсов Звуки какие там надо Могу сам сделать Музыку тоже покупаю Или сам делаю Или беру там тоже Ну у меня, короче Уже за это время Столько вкладок Со всякими звуками Контентами С 3D моделями Там уже сотни у меня Уже закладок Поэтому в принципе С этим вообще проблем нет У меня со звуками Например Ну сайтов 20 Закладок Где-то так Так что Так Бывали ли проблемы С авторским правом Вот вообще ни разу Ничего мне не предъявляли Но мне кажется Предъявит Когда я перестану быть Underground No name И когда уже стану Кем-то таким А то что Гражданская оборона Там во Владике играла Ну это и кавер По сути И я передел Конечно мелодию Ну конечно Это отдает Гражданской обороне Ну в принципе Не знаю За это докапываться Думаю Пока no name Короче Всем насрать на тебя По сути Но я не боюсь Потому что я знаю Как работать с тем И знаю У коллег по цеху Что проблемы Когда были Просто игру выпиливают Дают две недели На исправление Ты просто Выпиливаешь музыку Например В другую Закидываешь И обратно Короче Закидываешь И в принципе нормально Никто тебя в суд Не поведет Потому что ты физлицо По сути Вот если был бы я Ипшником Каким-то Или ооо То да Там В суды Большие там Штрафы могут бахнуть Ну за физлицо По сути Вот игру могут Выпилить И стима На две недели Пока ты не решишь Этот вопрос А дальше уже похеру Первое Какой совет Ты бы дал себе Новичку Только начинавшим Изучать Unreal Да Вот хз вообще Ну наверное Убить в себе Амбиции И делать что-нибудь Простенькое И делать Начинать Геймплей А потом уже Заниматься Графикой Графикой И вообще Под конец Надо заниматься Вот первое Это геймплей Все Отточить Механику Где-нибудь Просто сделать Куб Без Ничего Без Текстур И Оттачивать Это все А потом уже Делать Скелеты Уровни И блокаут Ну а потом Уже Только начинать Делать Графику И всякую Фигню Чего тебе Как игроку Не хватает В современных Играх Ой Современные Игры Вообще Что-то Не могу Играть Я вот Столько Волдовые Игрухи Играю В современных Играх Мне не хватает Геймплея И вот Это вот Меня бесит Трочего На детали Вот это Вот этот Медленный Геймплей Медленная Игра Какая-то Вот эта Вся графика По сути Если убрать Всю графику И все Вот эти Проработанные Супер Детали Анимации Вообще От игры Ничего не останется Просто бегаешь Стреляешь Вот тоже самое RDR 2 По сути Это вообще Ходишь И стреляешь И на лошади Ездишь Ну и слушаешь Катсцены Вообще Игра Медленная Мне не понравилась Эта игра Вот мне нравится Вот прям Нинтендо Игрухи За то Что там Чистейший Как алмаз Геймплей Вот эти Вот мне прям Заходят Игры Это игры Игры Это не кино По сути Вот Кого первым делом Нанял бы в студию Моделер Аниматор Сценарист И другое Вообще Ни того Ни другого Первым делом Я бы нанял Левел дизайнера Потому что уровни Очень тяжело делать Особенно Если у тебя игра На 8-10 часов У тебя Вот прям Сто его не хватает Фантазии Вот у меня Вот получается Там кишка Может быть Каким-то Перепады уровней Там делаю Но все равно Чтобы делать Разнообразные уровни Это надо Очень сильно Прям стараться Делать кишку Это любой дурачок Сможет По сути Ну нужна хорошая Реально фантазия Левел дизайнера Чтобы Ну интересно было играть А не нудно ходить Как дурачок Четвертое На энтузиазме Не думал собрать Команду И демономышленников На энтузиазме Вообще Никого не буду брать И тем более За бесплатно Потому что Энтузиасты Это ненадежные люди Сегодня они Хотят одно Через неделю Они хотят другое И так вот Распыляются Плюс Энтузиасты Они Как сказать Они на бесплатной Основе То у них Не особая мотивация Эта мотивация Длится недели две Например А потом она Распыляется Им охота Что-то другого И плюс Если энтузиаст Например Не очень опытный То за него Переделывать всю работу Это вообще Не охота Я проще В соляновых Сделаю Так как мне надо И не буду Энтузиасту Объяснять свою задумку По тысячу раз А просто Сам буду делать И переделывать То что мне надо Например Если набирать команду То только за деньги И только Чтобы была мотивация У команды Какая-то Энтузиасты Это очень ненадежные люди И они все разбегаются Как тараканы Хоть у тебя там Сто энтузиастов И в соляновые То быстрее будет Игру сделать Чем с этими чувачками Нет Не буду энтузиастов набирать Чем бы занимался в жизни Если бы не было геймдева Да Вот хер узнать Чем бы я занимался На самом деле Вообще Даже вот я думал Над этим вопросом Много дней думал Раньше Но вообще Не знаю Чем я бы занимался Наверное Пошел бы по своей Профессии На которой я учился Учился я На горного инженера Получается Хотел получить Корки на БелАЗ У меня как раз Тут шахты И разрезы По добыче углей Я бы сел на БелАЗ И получал бы Свои 60-70 тысяч И просто бы Крутил бы баранку И возил бы уголь По сути И больше бы ничего Наверное не делал Ну Я вообще Свою жизнь Без геймдева Уже вообще Не представляю Я не знаю Че вообще делать Без геймдева Вот если вот так Посудить Че Риан Вот делать Вот в геймдеве Ты как Иисус Ты как Бог Ты делаешь Свои какие-то вселенные Рассказываешь истории А вот без геймдева Ну че Жизнь вообще Была бы такая скучная И вообще Неинтересная Не знаю Мне нравится геймдев Вообще Вот лет На 20 Я бы сейчас Сел бы И занимался им Вот Какие стримеров Ютуберов Сейчас смотришь До сих пор Навалакса Подписан Короче Ютуберов Я уже давным-давно Не смотрю Уже полтора года Мне уже надоели Вот эти все Говорящие головы Они там что-то выясняют Кто прав Кто виноват Кто петух Кто там Кого кинул Там что-то там Орут Там это все Говнище Просто Это информационный Мусор Я вот перестал Уже всю эту херню Смотреть Вот писался Вообще Надо все От пабликов Там МДК Раньше был подписан Там На Фачан Был подписан Короче На много всякой херни Короче Отовсюду Уже два года назад Отписался И реально Это голову забивает Это реально Информационный мусор Это говно просто Валакаса я вот смотрел Чисто Когда работал Я вот слушал Чисто Фоном Пока работал И мне вообще Валакас нравится То что он такой Добрый по сути И талантливый чувак Может посмешить Когда надо И вот Когда вот Рофл звонки были Я его смотрел Получается Ну как смотрел Слушал параллельно Когда работал Сейчас уже Валакаса после выхода Игры уже Не смотрю Потому что Уже что-то как-то Надоело И он не делает Получается Рофл звонки И уже как-то Неинтересно Одно и то же По сути А ютуберов Вот вообще Не знаю Кого смотреть Все какие-то Вот эти говорящие головы Реально раздражают Ну вот Последний раз Я смотрел Дениса Борисова Потом Сталкирос Смотрел Он делает Всякие моды По хайф лайф Смотрю Тазик 29 Он короче баги ищет Там в портале В хайф лве тоже И Вроде все А еще смотрел Этого Еще смотрел Стримы Спидраны Алана Короче Вот тоже Был В свое время Смотрел Сейчас вообще Никого не смотрю Не хочу Забивать голову Всем этим Говном Ненужным Это просто Реально Деградантство Какое-то Реально Трата времени Я вот смотрю Что-то по геймд Вот только ДТФ Там смотрел XYZ Смотрел Что там еще Стопгейм Можно посмотреть По сути И вот этих Белорусов Этот Айсбичи Или как они там Не помню В принципе Вообще ничего не смотрю Даже фоном Сейчас ничего не слушаю Музыку включаю Работаю Привет Хотел бы задать пару вопросов В какой проге делаешь 3D модели И стоит ли новичков Пользоваться UE4 Ну модели делаю В разных прогах В блендере В скетчфаб Или скетчап Как он называется В принципе все И делаю Какие-либо простые модели В самом движке Я купил Там плагин дорогой Чтобы можно было В самом движке Все делать И в принципе Мне все хватает Но большую часть Я конечно покупаю Потому что Все делать в соло Вот это все Это и жизни не хватит Так что вот А стоит ли новичку Пользоваться UE Ну блин Странный вопрос Просто пользуйся И все Со временем Набьешь руку И как бы Пофигу Не знаю Такой вопрос Ты игровую логику Пишешь на блюпринтах Или плюсах Используешь Как блюпринт Короче Да я понял Длинный вопрос Там есть что Прочитаете Ну в основном Я использую блюпринты А плюсы Если там надо Я вот проще заплачу Реально плюсы Это вообще Такая сложная тема Что там можно охереть Ну конечно Оптимизация Может быть получше Но если не использовать Прям такую тяжелую логику У меня сейчас вообще Все на таймерах И на триггерах По сути у меня Код вообще не сложный Раньше там может быть Что-нибудь напрягало Ну в основном Я использую блюпринты А если какие-то Надо бунтификации Или что-нибудь это То реально проще заплатить И не тратить на это время Вот Чем с плюсами возиться Это реально геморрой Так что Ну и вон нахер Эти плюсы Тем более Блюпринты Это неплохая вещь По сути Не знаю почему Ее все хейтят Называют Отсталыми Кто на блюпринтах Не знаю в чем Ваша проблема Если Финальный продукт Работает так как надо И работает хорошо Какая разница Блюпринт или плюсы Я не знаю Бред тоже Вот эти вот Вечные споры Плюсы или блюпринт Я даже видел видосы Там короче Цикл Включали цикл На плюсах На блюпринтах И Ясен хер Блюпринт Там вообще Вылетел Движок завис Но чтобы вот эти циклы Использовать Я даже не знаю Для чего Вот эти вот тяжелые циклы Использовать В какие Где они могут Вообще понадобиться Тем более Так что Вот эти сравнения В которые на видосе На видосах Это полный бред То что там Блюпринт Зависает Циклы вообще Не знаю в каких Даже использовать Даже в голову Не может прийти Но если там Какая-нибудь тяжелая ММО-РПГ То Ясен хер Там на плюсах Уже на блюпринтах Ты далеко там Не уедешь Как считаешь Почему отечественная ПК индустрия В перде Ведь даже В соседней Тоже нищей Украине Есть свои ААА Метро Сталкер Я тоже думал Над этим вопросом Но на самом деле ПК индустрия РФ Не сказал бы Что она прям Вообще в перде Мы на самом деле В своей стихии Очень топовые ребята И вот например Тоже самое Танки Варфейс Вартрандер Что там у нас еще есть Всякие Мобильные дрочильни Вот эти вот Сессионки Мы в основном Ушли в онлайн Сессионки В ААА Одиночки Сейчас у нас Никто не делает Получается Ты про это Да имеешь ввиду А вот в своих Там Типа вот эти вот Танки Варфейс Они занимают Вообще топовые Лидирующие позиции По сути по всему миру Я бы не сказал Что мы в перде Мы зарабатываем Миллиарды На это херня Получается Одиночки ААА Сейчас вообще Мало кто делает И сейчас все Переходят на Игры сервис И получается Мы Российская ПК индустрия Вообще Улетела наоборот Вперед Сейчас все наоборот Сейчас начинают Делать онлайн Сессионки И вот эти Всякие фигни Конечно обидно Что Триплы Одиночек мало Каких-то там Сюжетных Но Но они уже Устарели Сейчас этим будут Заниматься только Индюки И маленькие студии Б-класса Которым я хочу стать Вот Только мы будем Этим заниматься По сути А сейчас все Уже все Уходят сессионки И на мобилках Легче срубить Кэш И большинство Наших на мобилках И сидят Там Большие деньги И все там Балдеют Ну у нас еще что есть Атомик Харт По сути Только Ну и все В принципе А вот если Например Посмотреть Если Например Ты посмотришь В титры В Триплэ Играх Там Зарубежных Очень много Можно славянских Имен найти Там Александр Там Сергей Там Сашенька Короче Очень много Разработчиков Кто работает На крупной Триплэ Студии У нас очень много Талантливых людей И у нас Разработчики Они знаете Не загинают цену И не делают плохо Вообще По По геймдеву Всемировом Мы считаемся Такой золотой серединой Мы делаем И качественно И недорого И все нас Нанимают По сути И мы работаем На зарубежных Вот посмотри Например Даже Тоже самое Второй Half-Hive Есть В Half-Hive Короче Если посмотреть Там много В титрах Очень много Русских имен Очень много Русских имен В те же Nuty Dog Можно найти Ну короче Суть понята То что Ну и естественно Экономическая проблема То что У нас У нас до сих пор Вот эти Старые Вот эта вот Закалка Многие не могут Понять Что уже сейчас Все переходит В цифру Все переходит В интернет И что IT-индустрия Это будущее У нас все До сих пор По старинке И все талантливые У нас уезжают Ну какой смысл Ну где работать Вот это вот тоже Не знаю Как-то тупо ответил Ну Хезер нормально Почему бы тебе не поработать На студии Какой-либо срубить Или поднакопить денег Потом уже заняться Своим делом Посерьезки С озвучкой Просто подкопить Пару годочков Попахать на студию Пока я буду эти Пару годочков Пахать на студию Какой-нибудь Такой же Второй Владос Будет работать На себя Будет собирать Аудиторию И будет Намного Опередить меня Вот сколько бы денег Не было Если ты первый Залетаешь И первый Собираешь пучок Аудитории То Ты будешь Заниматься Ну ты будешь Успешным Пока я буду На дядю работать Кто-то другой Будет строить Свою империю Вот Пока я буду На кого-то работать Я Зачем мне на кого-то работать Когда я могу Построить свою Студию Свою империю Типа Русский Электроник Артс Хочу стать Или Юбисофтом Типа Ну вот Расскажи об особенностях Релизов в стиме Расскажи о том Сколько копий удается продать И заработать денег Думал ли ты когда-нибудь Издавать игры Других инди-разработчиков Ой Ну короче Доход игры Идет первые две недели Первые три недели Дальше уже он резко падает И ты там В месяц Вот я вот лично Со всех игр В месяц где-то получаю Ну 10-15-20 Где-то так Тысяч Рублей Ну если например На скидках То можно там уже Под 25-30 Заработать Ну и Если конечно Ты хочешь в индустрии Надолго Там например Как я вот решил На 20 лет Прийти в индустрию То Ты вот Релизишь игру Тебе надо еще Отложить еще больше денег На следующую игру И так вот Это как замкнутый круг Получается То что я все зарабатываю Все уходит в геймдев На себя Я даже не вижу Смысла тратить И не знаю Что покупать В этой жизни Другое Издавать игры Нет И сдавать И они Издатели И разработчик И издателей Вообще в России Нету А остальные Которые есть Это наебка Ты издатель У нас в России Нету Это все херня Сейчас они вообще И издатели Не нужны По сути Ты можешь сам Релизнуть И сам Заниматься Пиаром Те же блогеры С помощью блогеров Можно хорошо Продвигать Свою игру Будешь создавать Свою компанию Разработки игр Ну да Я уже в предыдущем Видосе говорил Что хочу Создать свою Компашку И чтобы мы были Как семья И делали игрушки И было бы все По кайфу Что по режиму дня Сколько работаешь Сколько отдыхаешь Устаешь Че нет Ну работаю я 9-12 часов в день Каждый день У меня даже был Момент Когда я работал год И у меня за целый год Был всего один день выходных Просто вот я Когда например Просыпаюсь Там поел Покурил Попил чай И по сути Что еще делать Пойти гулять Ну я уже нагулялся В свое время По сути Что мне еще делать Отдыхаю Ну отдыхаю Отдыхаю Ну как сказать Но отдыхаю Иногда Там Если там прям уже Вообще совсем Уже спину ломит То могу там Поваляться В телефон Что-нибудь повтыкать Устаешь че нет Ну конечно устаю Бывают моменты Когда хоть вообще Все бросить И хер забить Неделями Ничего не делать Ну а что делать Когда надо Делать и работать По другому никак Надо работать Работать Еще раз работать А то что блогеры Там всякие сладенькие Словечки вам говорят Что все это весело Все это легко Это нихера не легко Это вот именно Что это блогеры Это не разработчики И суд в уши Вот этими сладкими словами Это все бред полный Что смотришь на ютубе Ну я в принципе Сказал что ничего не смотрю В какие игры Препочитаешь играть Люблю игры Где много геймплея И нету вот этой вот Душной всякой херни Которой медленной Не люблю вот это вот Хочу вот Купить Нинтендо свитч И в нинтендо игры Играть В принципе Валяться Обалдеть А так Ну В какие-нибудь кровавые Мне нравятся игры И Где много геймплея А таких вообще мало Ну в основном Шутаны Предпочитаю Ну вот например Call of Duty Я не считаю За шутан Потому что Это какой-то тир Там нету Какого-то Там импакт Вроде как есть Но когда стреляешь Ну такие Как картонные Эти коробки Падают Все вот эти противники И что ты как-то Мнение не вставляешь Третье Не заебал тебя Геймдев Ну как подзаебал Не сказал бы Что прям Меня вообще Надоел геймдев Там или что-то это Просто мне Охота Вот руки Опускаются Когда я вот вижу Прям несправедливость Или какой-нибудь Прям вот Когда вот Ты работаешь Два месяца Например Без выходных Потом короче Заходишь в Steam Смотришь Какая-нибудь хуйня Из ассетов Бесплатных Там Путин с Трампом Там что-то С фонариком Бегать Там может быть Сейчас скрины Приложу И смотришь Там 900 отзывов Пиздец Я же со всех своих игр За год столько Не собираю А там уже За 3 дня 900 отзывов И крайне положительные Вот тогда Меня геймдев Реально начинает Прям раздражать Вот это вот Какая-то Несправедливость Ты сидишь Херачишь А там короче За 3 дня Собирают 900 отзывов С этой бесплатной Говном И все Эти Детишки радуются Блять Какая охеренная игра А ты сидишь И платишь Блять А потом еще Они отзывы Хорошие На этом говне Ставят А потом К тебе приходят В группу Или где-нибудь У меня под видосами Начинают писать Что что это за говно Блять Что здесь так криво Блять И до меня Докапываются Сами вот Это говнище Играют Ставят положительные Отзывы А именно до меня Все докапываются Блять Я охереваю Вот тогда Мне геймдев Реально раздражает Мне охота Просто его Блять Разъебать Все просто Извините Чуваки Замат Я реально Быдло Просто На эмоциях Наверное Не знаю Будут ли Владик Брутал Элементы хоррора Как это было В первой халве Или все таки Чистокровный мясной шутер Как Doom Ну да Будут такие моменты Где хоррор Там постараюсь Такое сделать Как-то разнообразить Пытаюсь игру Чтобы было Разный И мясной шутер И какие-то Хоррор элементы И езда на машине И всякие разные Короче У меня там элементы есть Чистокровный мясной шутер Ну В принципе Нет Там как-то Знаешь Баланс Между Half-Life Doom И Postal Там такая вот смесь Короче В принципе Не знаю Что еще в итоге получится Ни один разработчик Когда делает игру Он никогда в итоге Не знает Какая игра получится Не знаю еще Пока что получится Ну То что я сейчас вижу То что получается Это Вот Смесь халвы Postal И Doom Вроде и шутан Мясной такой А вроде как бы Еще и головоломки И какой-то Хоррор элемент Есть И какая-то Такая Короче Смесь Посмотрим К тебе приходят люди С просьбой Запаблишить Их игру в Steam Нет ли желания Заняться издательством Нет Я уже вроде отвечал Да Ко мне много раз писали Типа давай Это меня Это релизнишь в Steam Ну какой смысл Ты можешь сам Релизниться Какой из меня смысл Я вот Че Пост выложу Типа вышла Такая-то игра И че Ты этим сам не можешь Заняться Ты можешь этим Спокойно сам заняться Если ты 100 долларов Не можешь найти Ну это же вообще бред Как тогда ты Нашел деньги На разработку игры Если ты даже 100 долларов На выложить игру Не можешь найти Значит твоя Игра не игра А говнищ Будет ли трассировка лучей Нет Трассировка лучей Мне кажется Это захайпленная херня Я смотрю на нее Как на физикс Она забудется уже через Если она уже не забылась Нет Я думаю Это полное говно Лагающее Так что Я вообще не верю В эту технологию Нет Не будет Что думаешь про VR Приживется ли эта технология Про VR То же самое Что и про трассировку лучей Я думаю VR Он умрет Ну это мое личное мнение Пацаны Вот Не знаю Это я Имхо Просто могу быть неправ Конечно Может быть Эта технология Стрельнет Но я вообще Совершенно не верю В эту херню Мне кажется Это баловство Типа как Кинект Конечно Сравнивать VR И Кинект Это разные вещи VR все-таки Там какое-то Покружение Но это баловство Зная геймеров Какие они ленивые Зная себя Вот Полная херня Этот шлем одевает Там что-то настраивать Ходить Тем более Там Руками махать Чисто вот как Для фитнеса Размяться Я бы в принципе Купил Но Не верю Тоже не верю Полная фигня Работать в одиночку Или в команде Стоит ли вкладываться В геймдев Ну в команде Конечно Намного быстрее работать Но если команда Оплачиваемая И они шарят Вообще То что делают Шарят за движки И знают что делают Они так чисто Балаболят Как там Энтузиасты Там мемы Друг другу скидывают Там что-то Какой-то херней Занимаются А если например В одиночку Там Мне намного Быстрее будет Работать в одиночку Чем с энтузиастами На бесплатной основе Я лучше буду один Работать И Короче Вот Что по поводу Теоретического порта Хоть какой-нибудь Игры на свитч Ну я короче Понял Да Пока еще ХЗ Надо сначала Чтобы на свитч И на Плейстейшн Короче Выпускаться На очень много документов И очень много денег Надо теги получать Теги Это которые 14 плюс Там 16 плюс 18 плюс За них надо платить Проходить контроль качества Получить надо еще Получить надо Дев кит От свитча Или от Сони Чтобы Портировать И тестить игру Это пока вообще Еще очень долго Но если игра стрельнет То я наверное Ну если игра стрельнет То да Я в принципе Буду портировать На все На все что можно Steam или EGS Ну конечно же Steam EGS это Я вообще не понимаю У них там Лаунчер полностью лагает И Я пользуюсь лаунчером С движка И блять У них вообще все лагает Я вообще не понимаю Как они Для начала бы настроили Свой лаунчер А потом что-то Конкурировали Steam очень удобно Это вообще Это Steam Это уже Заменяют как соцсеть Там вообще все есть Там уже такая экосистема И EGS Я не знаю Куда они полезли Не знаю Чего они от этого хотят То что они там Бесплатные игры Раздают Они раздают Там Приходит поток игроков Забрало игру И все И забыли про EGS Тоже Пускай сначала Настроят лаунчер Чтобы он не лагал И свою экосистему Построят Сделают отзывы Чтобы можно было Чтобы были комментарии Чтобы был чат Очень много у них работы Я думаю Они не смогут Потянуть это После выхода игры Владислав имеет планы Провести пробный набор людей В команду А в будущем Открывать студию Работа одиночки Это одно А в команде Совсем другое Очень много Подводных камней И надо где-то Держать исходники Я знаю про GitHub Я знаю про GitHub И это Как-то его надо Настраивать Надо платить За него Чтобы у тебя У меня просто Исходники там По 200 гигов Весят Надо за это все Платить Короче Как-то с командой Там Чтобы все было Как работало Как часы Я прям Месяцами думал Как все это организовывать До сих пор Так и не придумал Это все Я думаю Решится уже Наверное Через год Ну вот Когда у меня Будет уже стадия Хорошего Такого Опытного разработчика Просто Помните Картинку Такая Где идет график Типа Поначалу Типа такой ЧСВшный Самый умный Кажешься А потом График падает Ты там Типа ничтожество И вот Я сейчас На вот этом Вот я прям Сейчас На этом нижней полосе Я прям думаю Что я прям Дилетант Прям короче Черт Вот Когда у меня Будет уже График выровняется Я буду уже На таком уровне Когда уже Блин Когда уже Вся вот эта Вот ЧСВшная херня Пройдет Когда я уже Короче Не буду считать Себя ничтожеством Обычным разработчиком Буду знать Подноготную Тогда уже Можно что-то Про команду Думать А пока Я вообще Не готов Я сейчас Считаю Что В песочнице Играюсь Это вообще Детский сад Чем я сейчас Занимаюсь Естественно Я пока что Не готов В данный момент Но С развитием Конечно Уже придется Потому что В соло В соло Это уже Невозможно Это уже Просто Физически Физически Психологически Уже просто Я на пределе Считаю Что реально Уже невозможно Конечно Уже Придет то время Когда надо будет С командой работать Чтобы допускать Меньше ошибок Я вот хочу Поездить По студиям Которые меня там Звали Пообщаться Просто так Посидеть Поговорить Как у них Все устроено Как это Там Короче Это очень много работы Это не так Что там Взял команду Собрал За один день А это очень Долгая Прям кропотливая Работа Тем более Работа с людьми Я социопат Я прям Вообще Тяжело мне будет Ну Уже сейчас Более-менее адаптируюсь Вот Хочется узнать Про оптимизацию Под ноутбук Там короче Бла-бла-бла Много Короче Слов Из чего прочитаете Короче Про оптимизацию Про ноутбук Я короче В интервью Помните Говорил У Алекса Что Есть там Особая оптимизация Про под ноутбук Там вся фигня Нет никакой Оптимизации Под ноутбук Короче Я херню полную Нес От незнания Короче Был вообще Какой-то Профан Я вот Купил себе Ноутбук И Ничем Оптимизация Под ноутбук Не отличается От под ПК Просто там То же самое ПК Со слабым Железом Я полную Дичь нес Просто Я могу сейчас Полную дичь нести Потому что Человек Он всегда Развивается У него Мозг гибкий И всегда Меняется мнение У меня Мнение может Каждый месяц Меняться Получается То же самое Оптимизация Только под ПК Ну Чтобы под ноутбук Все летало От динамического Освещения Можно не отказываться Можно использовать Стационарное Освещение То есть Комбинировать Статическое И динамическое Освещение И короче Все полностью Упрощать Делать Немного полигонов Делать Чтобы Дровколов Много не было Поменьше Объектов Или Объекты Объединять В один объект Чтобы Модульных Модульные Которые любят Разработчики Юзать Это Надо все Объединять И все Прямо Оптимизировать Использовать Инстансы И все Короче Очень много Ебли с этой Оптимизации Очень Прямо Много Я до сих пор В этой теме Не разобрался Хотя я уже С оптимизацией Работаю Наверное Год Пытаюсь Там что-то Оптимизировать И до сих пор Нахожу Что-то новое Каждый Месяц Очень Много Всего Но Единственное Чопу Донбук Что все Нормально Летало Надо запекать Освещение Текстуры Чтобы были Не 4К А 2К 1К Вот Использовать Инстансы Объединять Чтобы было Немного Моделей Ну и конечно Естественно Частые Переходы Между Уровней Чтобы Уровни Не были Большими Тогда Ноутбук В принципе Все это Сможет Переживать А вот Про Всякие Там Ретрессинги Или Всякие Там Другие Вот эти Туман Объемный От Всякие Облака Такие Красиво Анимированные Ну Чувак Придется Тебе Отказаться Придется Использовать Обычный Скайбокс С обычной Текстурой И Много Урезать Графики Все думают Что оптимизация Это какая-то Волшебная Палочка Что типа Вот Блядь Ну на самом деле Ни хера Это не волшебная Палочка Ты просто Очень сильно Урезаешь Игру И Нет никакой Магии В оптимизации Ты просто Урезаешь Игру И Делаешь это Так Чтобы игрок Не заметил Урезов Единственная Волшебная Палочка Это вот Инстанции И объединять Модульные Много объектов В один объект Чтобы он За один проход Рендерился А не Много раз Рендерил Короче Чтобы например Стоит дом Он был Как одна Единственная Модель А не стоит Такой же дом Например Из модулей Например Процессор Посылает Сигнал Один раз Видеокарте На этот один дом Который Объединенный И за один раз Просчитывает А если он у тебя Модульный Состоит из Много частей То процессор Много По каждой части Отправляет Видеокарте И понимаешь Почему Это все Начинает лагать Надо объединять Все в одну Штучку И в одну модель И обалдеть Покажи все свое Какой смысл Зачем И для чего Бред Ты вкладывал деньги На разработку Своих игр Ну нет Конечно Не вкладывал Мне помогает Иисус И Аллах И я из воздуха Все делаю Естественно Я много чего покупаю Я не раз Это говорил То что Я в это Вообще Не стесняюсь Но ты представь Если ты деньги Не будешь вкладывать Получается Ты будешь делать Анимации 3D модели Музыку Звуки Что там еще Текстуры И еще Много всего Если это в Солянова Делать Вообще не вкладывать Деньги Если ты сам будешь Все это делать То ты игру будешь Делать 10 лет А за это время Уже поменяется Миллиард движков Уже Подребности другие Будут у игроков Это очень детский вопрос Но в принципе По аватарке Видно Что Еще ребенок Можешь запилить Гайд на сохранение Секвест сцен Или хотя бы Есть готовые Ну короче Секвест сцены Чтобы сохранялись Это вообще Моя гордость Я прям вообще Обожаю У меня столько Этих возможностей Открылось Но гайда не будет Потому что Это надо На ванильном движке Настолько вам Этого нельзя сделать Поэтому Я даже если бы Гайд захотел Записать У меня это не получится Короче Вот все ответы Спасибо Было очень интересно Я На некоторые не отвечал Потому что Либо они были Крайне наивные Детские И странные Поэтому Вот Думаю Все Мы обсудили И поговорили С вами Всем Спасибо Пасаны Не унывайте Работайте Еще раз Работайте Не верьте В сказки И не живите На розовом облаке Жжите жвачку Субтитры Продолжение следует...